Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной Большой друг, радиошансон Игорь Саруханов Привет! Здравствуйте, друзья Как настроение, Игорь? Спасибо, хорошее такое, минус 22 килограмма называется Даже так? Вот так все серьезно Значит, я не все сказал Еще и мотивационный спикер Игорь Саруханов Ну, надоело, да Такое ощущение, что я побывал где-то в какой-то тюрьме Которое называется, там, оживение, там, 30% или 40%, я уж не помню Вот, и, конечно, это ужасно И я могу сказать, что возвращаться не хочется Потому что очень много всего надо сделать Вот, а оттуда дорога только, вы знаете, куда Поэтому хочется пожить на земле Вот, побыть здесь со своими родственниками, с вами Спасибо Вот, написать много песен, выпустить их Вот так он, кстати, у нас скоро будет Будет премьера клипа Так, так, так На новую песню, одна на миллион Вот так, человек пришел и с порога Понимаешь, тут столько новостей сразу, а? Ну, как-то так По поводу песен мы непременно поговорим Песни мы послушаем Но сейчас, пока нас прибавили многие слушатели шансона Которые хотели бы тоже прийти в форму Игорь, несколько советов Как вот себя держать весной Хочется приготовить себя к лету, к пляжному сезону Несколько рецептов Лайфхаков От человека, который прошел уже этот путь, идет дальше Ну, я взвешиваю, значит, свою еду Специальное приложение говорит мне, сколько И записывает, сколько это калорий Я не перехожу границу тысячи калорий в день Все А, то есть тысяча калорий в день Минус, минус, минус Плюс к этому Минус некие продукты Все жирные Мучное Калорийное, мучное Молоко не свыше До 5% Мясо можно, но только ни баранина Ни жирные сорта Вот И как можно больше воды И никакого спиртного Так, что ты ешь тогда, скажи? Я ем все, кроме того, что назвал Шоколад Горький шоколад, Игорь Нет, нет, ну так Могу побаловать себя Но первые три месяца Первые три месяца Это было потрясающе Потому что убывал вес Просто на глазах Да, и кажется, ну так будет всегда Нет Вот сейчас он остановился на 95 Это очень много Но было 115 Понимаете? Но это же вот колоссальная дисциплина Хочется сорваться Сказать, да ну его Нет, уже нет Дело в том, что не хочется срываться Потому что я побывал Прежде всего Перед тем, как начать Я встретился с куратором Который это придумал Все, да Он погрузил меня в транс То есть я был подвержен гипнозу Так Который стер у меня желание Выпивать Кушать При виде еды То есть глаза Когда разбегаются Еще есть очень интересная вещь Там какие-то нейронные связи Которые, например Путают Что, например Ты подумал, что ты сегодня Хочешь съесть рыбу Но получилось так Что у тебя есть только мясо И самое интересное Что ты ешь мясо А думаешь о рыбе То есть вот Вот это много Это мешает Мешает просто правильно питаться Я обратил внимание Когда Вот находясь в таком состоянии То есть уже после такой встречи Специфической Да Я оказался на одном банкете Так Так Увидел много еды Вкусной И То есть я поймал себя на том Что некогда вчера Я бы еще Я бы захотел бы И это И то Руки тянулись бы у меня Во все стороны Нет Я просто взял то То, что можно Вот И не выпил то, что нельзя Вот это да Вот это дисциплина А что касается двигательной активности Запретил заниматься спортом Кроме плавания Чтобы не тратить При малокалорийном питании Энергию Потому что энергии Не так достаточно много Ну то есть она нужна для Метаболизма Да, метаболизма Вот это да Гениально Гениально Но когда пройдет это все Он выведет меня из этого То есть я назначил себе 78 килограмм Такой нормальный вес для меня Вот И вот он Мы с ним встретимся И он Снимет С меня Вот это заклятие Проклятие Но Но при этом Честно скажу Что я не уверен Что я буду Бросаться на пищу Нет Ни за что Я буду питаться Как все нормальные люди Не Без всяких Вот Излишеств Вот так скажем Так Как прошел день рождения В таком случае День рождения прошел Очень спокойно Спокойно На столе Был плов Он был такой узбекский Вкусный Так Глаза Все виды шашлыка Конечно Какие-то Разносолы Но Я Я поел только то что можно И все Мои Гости Были довольны Но торт был Торт вкусный Сладкий Нет Нет Все день рождения Без тортика теперь Дорогие друзья Не думали об этом Вы посмотрите пожалуйста Не только слушайте Но и смотрите Сегодняшний выпуск Полезного времени На всякий случай Сообщаем что мы конечно Это все в нашем канале Ютуб разместим Но сейчас Прямой эфир В гостях у нас Заслуженный артист России Игорь Саруханов Да это он В шикарной форме Да нет Пока Вы знаете Но Конечно По сравнению с тем Что было Я уже Я уже начинаю Привыкать к тому Как я выгляжу Конечно Очень приятно Одевать свою Любимую одежду Которую ждала Все это время Или например Какую-то новую Да И одеть свой В свой размер Просто войти Спокойно И застегнуть Пуговицы на пиджаке Это так вот Ровненько Вот Ну что я могу сказать Что О чем мы говорили А мы о чем Мы говорили О твоей прекрасной форме Мы говорим Я думаю Что многовато Вот сейчас 95 Это много Очень много Надо еще 15-20 Сколько примерно К этому времени идти Полгода Как вообще Я к этому пришел 4 месяца К этому результату 21 килограмм 21 килограмм За 4 месяца И каждое утро Я просыпаюсь Минус 200 300 грамм 400 Каждое утро Ну такая Хотя бы физическая Да не волнуйся Там не хватает Физики Столько Я хочу сказать Что Это Это сильно Это очень сильная штука Это Да Когда люди просто Говорят Ну я целых 5 килограмм Забросил А когда узнают Что 21 Это Вожуха Идет Просто в мою сторону Друзья У нас Большая уважуха К Игорю Саруханову Я понимаю Что у вас тоже Если есть вопросы Которые касаются Творчества Которые касаются Диеты Ценных заклятий Обращаемся к артисту Он в течение всего Этого часа В этом не очень разбираюсь Я просто могу сказать Что вот результат Да Просто есть результат Нет никаких Для того Чтобы кто-нибудь Вдруг Не сказал Что ой Так быстро нельзя Это очень вред 4 месяца Это не очень быстро Это нормально Ой А там же будет все висеть Потом это надо будет Отрезать Ни одной растяжки Или как они правильно называются Вопросы сразу все отпали То есть нету ничего Значит организму все нравится Он постепенно Это мне кажется Действительно Вот прав куратор Это самая Совершенная Самоочищающаяся И восстанавливающаяся Система Организм Все Вот такая Давайте мы это осознаем Дорогие друзья И послушаем Прекрасную песню Которая Показалась мне Называется она Врачует наши души Да Игорь Саруханов Показалась мне Прямо сейчас В продолжении Полезного времени На радио шансон Полезное время С Романом Шаховым И любовью Володиной Ребята будем продолжать Вы слушаете И смотрите Радио шансон Шоу Полезное время У нас в гостях Заслуженный артист России Игорь Саруханов Посмотрите Видеотрансляцию Да Это он Вы ничего не перепутали Это Не кто-то похожий Это сам Игорь Саруханов Да Так Ну и Сам Игорь Саруханов Номинирован На получение Всенародной премии Шансон года 2023 Друзья Не забывайте Билеты еще есть 22 Апреля Лайф Арена Билеты на сайте Радиошансон.ру Игорь Поздравляем с номинацией Спасибо Вы знаете Я хочу Наших радиослушателей Тоже Все кто Может быть Голосовал Писал Лайкал Или голосует Или продолжает Голосовать Вообще за все Хочу сказать Спасибо за то Что слушаете Эти песни И не только мои А наши все Да Любимые песни И конечно За свою песню Неженатый Я тоже благодарю вас Спасибо Это Ну это Такая Интересность Очень Важно Несколько У тебя Статуэток А Насколько Действительно Заслуженно Незаслуженно Это очень важно Для меня Вот честно Ежегодно Ежегодно Я пишу какую-то песню Эта песня Становится Шансоном года Я знаю Что здесь Специалисты Высочайшего класса Знаю вас Давным-давно Всех Вот И если бы Была бы песня Так себе Она бы не была Шансоном года Здесь не Связано с тем Что мы любим Друг друга Мы уважаем Друг друга Мы друзья Нет Просто песня такая Народ выбирает Народ Конечно Чисто народ И все-таки Сколько статуэток Любопытно Я не считал У меня просто Вот так вот Слева направо Но я посчитаю Ну посчитай Пожалуйста К 22 числу Пожалуйста Потому что Мы с Романом Будем комментировать Шансон года Ну 10-то точно 10 я по-моему Даже визуально Так помню 10 где-то Все Посчитай И смс Напиши Пожалуйста Дело в том Я не поеду На дачу Там тоже Еще на дачу Вот чем дело Там сколько-то Ну ладно Пиши 20 Ну почти Каждый год Эта песня Уже написана Эта песня Уже Собственно Номинирована Но я понимаю Что творческие люди Постоянно в работе И что-то сейчас уже Новое произведение Альбом Расскажи пожалуйста Об этом Дело в том Что альбом записан Он был написан Еще в преддверии Нового года Как раз Зазвучала Везде у нас с вами Песня Неженатый Да Но параллельно Вернее как К Новому году Я написал песню Одна на миллион И женатый уже стал Да И уже стал женатым В общем Да Это очень интересная история Я встретил девушку Влюбился в нее Будучи неженатым Написал песню Ну почти глядя на нее Написал песню Одна на миллион Для нее И предложил ей Руку и сердце Она не отказала И стал Я стал женатым Вот Дальше значит Эта песня стала Развиваться Потихонечку Заходить везде Везде Ушла в народ Ушла в народ И я так понимаю Она скоро придет и к вам И будет у вас Мы ждем Дверь открытый Мы тоже народ Игорь Мы тоже ждем Вот И двадцатого То есть завтра Она будет Ну это будет премьера На моем концерте В Люстребаре По-моему в 19 или в 20 часов Я не помню Можно посмотреть Да это можно посмотреть На сайте Ее увидят те Кто там будет присутствовать Такая закрытая премьера будет Ну можно так сказать И нет Я думаю нет Потому что еще несколько каналов Телевизионных будет Вот Медиа будет присутствовать И официально 25-го Да 25-го числа Для всех Для всех поклонников Творчества Будет представлен Можно два слова Скажу про клип Дело в том Моя жена Леся Садовская Любезно Предоставила свою Новую коллекцию Она Дизайнер Да Она дизайнер Модельер И одела меня тоже И то есть вот Там присутствуют Ее коллеги Девушки Которые Охотно согласились Тоже проучаствовать То есть она там Играет главную роль Одну из Да Ну вообще на самом деле Главную И со своей коллегой Красавицей Они одеваются Переодеваются И там я все время Пою Тоже в ее одежде Так сказать Вот это Вот очень интересно И очень стильно А Александр Смирнов Это мой очень близкий друг Мы с ним уже Пятую работу делаем Вот Я очень люблю Как он работает Его взгляд На вещи Он настоящий Вот Я считаю Это режиссер Большого метра Вот он Такой вот человек Вот Да Что касается книг Здесь как Игорь Может быть что-то Содирается Я сейчас скажу С приходом Интернета У меня Я в прошлом году Купил 100 книг Как Вот Чтобы мои дети Чтобы я Вот Идешь И везде полки Стоячие Такие Раз Ребенок Взял Прочитал Программную Какую-то книжку А я не взяла Книжку с собой Не привезла Вот она есть Вот она есть Она вот здесь Сам Иногда Только Ну в основном Поэзия Ну в основном поэзия Последний раз Опухтин у меня был В руках Вот Замечательный поэт Потрясающий Потому что Вышла песня В прошлом году Опять же В преддверии Нового года Русская тропинка Вот я ее написал На стихе Опухтина Где-то Сейчас скажу В 70-м каком-то году В 74-м В 75-м Но не до конца Припев я написал Вот в наши дни И потом мы выпустили Лирик-видео Эта песня есть Везде Вот И я что-то Зачитался Опухтина Ну не знаю Даже что я буду Сейчас читать Но честно говоря Обленился Потому что Рядом с тобой Гаджет Который тебе Предоставит Любую Книжку Любое произведение Которое ты бы Хотел бы прочесть Я честно говоря Сейчас Никак не могу понять Что мне надо Потому что Люди Которые Написали И я ими восхищался Они были младше меня Сейчас я стал старше их Что мне с этим делать Может быть В каких-то аспектах Они были неправы О, ну какая Может быть Биографию чувств Два написать А, мою В смысле книжку Ну не знаю Может быть Биографию чувств Можно Но пока Вообще Честно говоря Хотел бы Вот Я бы хотел Потому что А как я Я же придумал Концепцию Какую Да Стихи есть Но стихи Нет Просто только Как сборник стихов Нет Потому что есть Пушкин Вот И я придумал Таким образом Что мои коллеги Которые со мной работают Женский персонал Присылали мне Ежечасно Женские вопросы Которые Которые они хотели бы Задать мужчине Я отвечал В онлайне Вот так вот Прямо Записывал И подстрочник То есть Документально Да Документально Да Записывала Марина Анатольевна Наша Мигачева Замечательная Совершенно умнейшая Вот И так появилось Через Стихотворение То есть Или Одно другому Было продолжением Или проза Или стих Был продолжением Того или иного Вот такая была история Может быть так же продолжить Может быть друзья Мы Игорю такую идею подкинули Ну а сейчас песня Неженатый Игорь Саруханов На радио шансон Полезное время С Романом Шаховым И любовью Володиной Друзья Вы слушаете и смотрите Радио шансон Шоу Полезное время продолжается У нас в гостях Заслуженный артист России Большой друг Радио шансон Игорь Саруханов И вот Пока музыка звучит Мы тут за эфиром Разговариваем И выведали Интереснейшую новость Друзья О том что Вот мы знаем Леся Саруханова Дизайнер Красавица Жена Игоря Но оказывается Она стала Соавтором Своему Она еще и Леся Садовская Леся Садовская Да Она стала Соавтором Своему музыкальному мужу В одной из песен Давайте узнаем подробности Мы написали две песни Я просто подумал О том что Леся Ну раз такая вот Свадьба Пошла у нас Давай-ка напишем Что-нибудь Потому что у тебя Прекрасные стихи Великолепные И она была тронута И я прям при ней Написал музыку Такое лирическое Произведение Такое хорошее Оно будет Среднего темпа Она будет Очень узнаваема Сразу И Леся Как ни странно Без моего Участия Написала С хитовым Как называется Шлягер-фраза Которая запоминается Хит-фраза Хит-фраза Она написала Замечательные стихи Глубокие Трогательные В то же время Очень простые Для восприятия Вот И мы 21-го Послезавтра Я запишу Это в студии Ну там берем Там дней 5 На сведение На все такое Чтобы не торопиться Особенно Вот И это будет Красивое произведение Я хотел бы После вот этих Темповых Которые сейчас Прозвучали Одна за другой Потом дальше Одна на миллион Тоже очень темповая Хочу вот так Немножко расслабиться Романтичные Лирики добавить Широкие формы Большие Очень хорошие формы 4 минуты Как вы любите Максимум Друзья Слушаем эфиры И конечно следим За соцсетями Игоря Саруханова Игорь Вопрос Знаешь Какой Не так давно А именно 17-го числа Был день памяти Михаила Танича И вот уж Раз мы говорим О стихах Чему ты Учился И научился У Михаила Савича Расскажи пожалуйста Прекрасный вопрос Михаил Савич Очень хорошо Прекрасно Понимает Что нельзя Тратить время Просто так Нельзя Нельзя просто так Кого-то там Быстро научить Но он понимал Когда я подошел К нему Давно-давно Молодой Зеленый Но правда Уже за плечами Был каракум Позади крутой поворот Я говорю Михаил Савич Мечтаю с вами Вот давайте Познакомимся Мечтаю написать с вами Ну давай Приезжай ко мне Он сразу домой Вот чай Накормил меня Как всегда И я ему на гитаре Отыграл Он записал Это все к себе На диктофончик И через несколько дней Появились две песни Одна называется Парень с гитарой Знаменитая Да-да Вот которая стала Хитом Прямо сразу Вот удивительно А он говорил Будет хит Или как Да Он сразу Он сразу говорит Это будет хитом Шлягер Это очень Коронная фраза Да-да-да Это будет хит Это будет хит Это 100% И потом еще Ящики почтовые То же самое Вы знаете Ну это круто Это замечательно Было быть знакомым С этим человеком Которому можно было Позвонить в любое время И спросить Михаил Александрович Ну что же такое-то Что делать-то А он говорит Ну надо вот так Он мог научить И подсказать Очень много В чем секрет его стихов Вот ты как автор Он четко понимал Что надо человеку Что надо людям Я так думаю По себе сужу Вот что вдруг Вот так Вопрос О чем написать Этот вопрос Всегда Наверное о том Что волнует человека Сегодня Или все время О каких-то Каких-то вещах Которые будут Ему интересны Вот если ты затронешь Такие струны То это 100% Станет популярным Наверное так У него дар божий Еще извините Какой Черный кот Тан-тан-тан Завел Пара-пара Это же ведь Просто Не понимаю Как Когда я подошел К нему Зная Что он Все это Написал И он Решил Написать Со мной Я честно говоря Не поверил В это Что это Со мной происходит Игорь Мы говорим Тебе огромнейшее Спасибо Спасибо Мы говорим Спасибо От тех Слушателей Радио Шансон Которые Сегодняшнюю Трансляцию Посмотрели В видео Версии Посмотрят Потом В ютюбе Мы выложим Ролик В группе Радио Шансон А завтра 20 числа Придут На концерт На твой В люстровар Очень жду вас Жду Ребята Приходите Там я спою Несколько новых Песен Обязательно Спасибо И все будет В таком В танцевальном В том же плане Движения Будет много Много лирики Естественно Можно будет подумать Погрустить Поплакать Потанцевать Ну все будет Ну а 22 числа На лайф арене Встречаемся Обязательно Ну будет красная дорожка Или нет Сейчас А то моя жена Спрашивает Будет Обязательно будет Что-нибудь будет Друзья Мы готовим Все самое лучшее В гостях у нас был Заслуженный артист России И номинант На получение Всенародной премии Шансон года 2023 Игорь Сыруханов Спасибо Игорь спасибо За этот вечер За этот заряд позитива Ну за это возвышенное Чудесное Волшебное Полезное время Мы прощаемся До завтра И желаем Всего самого доброго Слушателям Радио Шансон Любовь Володина Роман Шахов Пока друзья Полезное время С Романом Шаховым И любовью Володиной Редактор субтитров А.Семкин